всем доброго дня очень много просили снять обзор теплица легенда по материалам по дверям и так далее смотрите теплица легенда покрывается стеклом эти прозрачные и поликарбонатом на стороне разница в цене практически сравнение с поликарбонатом со стеклом 2 больше чем 2 раз соответствующий по стекло естественно это вид прекрасный прозрачность вечность если вы не разобьете стекло стекло обычная четверка прозрачная еще спрашивали про монолит монолит не рекомендую потому что тот же самый пластик у него огромное расширение вот тут бывает что рука входит между точками он даже видно ответе ну и цена у него дороже чем стекло сейчас на следующий момент хоть как раз верно расширяется поэтому мы его не рекомендую по теплица легенда конечно если есть бюджет то можно покрыть стеклом со стеклом если не позволяет бюджет то с поликарбонатом плюсы и минусы стекло значит прозрачность стопроцентная легко моется но и соответствующая вечная минусы бьется хрупкое и дорогое поликарбонат теплое недорогое но минусы в недолговечность то есть со временем он мутнеет и у него теряется светопропускание средний срок службы хорошего поликарбоната от 10 до 15 лет но его у него еще есть минус конечно он расширяется в точках крепления но не так сильно как монолитный поликарбонат теперь по дверям например на стекло мы ставим вот такую алюминиевую хорошую дверь прекрасную и стад профа сороковки также можно установить доводчик который сам эту дверь видите закрывает мне интересно самое что другие конкуренты почему-то ставят доводчики снаружи зачем не знаю они объясняют клиентам что этого невозможно внутри поставить доводчик все он отлично стоит как мы видим и закрываем обычный доводчик для дверей теперь по поликарбонату так дверь дверь заходим и по стеклянным теплицам может быть только вот такой форточный блок для проверки автоматически должно заказать потому что ручной смысла нету ставить на стеклянную другую теплицу по поликарбонату тут уже выбор дверей и форточек огромный то есть можно поставить вот такую дверь распашную с форточкой отдельно форточка может открываться как мы видим открывается отдельно закрывается на ручку замок двустороннюю чем удобство что от наших любимых животных можно отсечь то есть открыли форточку форточки огромные как мы видим да и на форточку на это можно установить автомат что она будет открываться автоматически то есть сама также второй вариант просто дверь цельная как мы видим вот она дверь цельная про высота метр восемьдесят один ширина 900 проема следующий вариант можно поставить просто форточку в торец вдаль и этим самым вы экономите место под торцом то есть можно грядку бочку поставить и так далее если вы поставите дверь то нужно будет делать проход это думаю логически понятно следующий вариант дверей это дверь двухстворчатая дверь двухстворчатая вот такого типа в основном их ставят на перегородке или если у вас здесь маленькая узенькая дорожка или что-то мешает для открытия потому что она открывается вот так видите и вторая половинка вот здесь вот такой получается дверной проем состоящий из двух половин дверей проветривание с поликарбоната вообще огромное количество форточка стеновая например на полукругу фрамуга на коньковых сейчас я вам покажу фильм длинный получится можно установить например коньковые форточные блоки или же вот такую форточку она на автоматах стоит то есть коньковая форточка сверху скатная теплица или вот такую форточку сейчас полно она закрыта такая форточка в коньке ну вот вроде бы все такие шикарные теплицы выбор за вами пишите звоните рассчитаем посчитаем